Новости большого города на Средней Волге Развязка оказалась не той, что ждали. Сроки строительства обводной дороги в Тольятти сорваны. Плюс 100 миллионов, за что можно получить президентские гранты. Изба Читальня уже не та. В городской библиотеках грядет книжная революция. Более десятка человек лишились квартир. В Самаре судят черных риэлторов. 100 тысяч человек каждый день на посту в Самаре поздравляют работников автомобильного и пассажирского транспорта. Виновных в срывах сроков строительства развязки на МП-5 призовут к ответу. Самарский губернатор проверил объект и выяснилось, что на сегодняшний день его техническая готовность составляет порядка 73%. При этом развязку планируют доделать уже до конца этого года. Ситуацию усложнили собственники инженерных коммуникаций на земельных участках, по которым будет проходить трасса. В частности, там установлены опоры ЛЭП МРСК «Волги». И переговоры о их переносе еще идут. На это уйдет не меньше трех месяцев. Были установлены сроки строительства, значит вы не в состоянии организовать процесс согласования документов и процессов. Возмутился губернатор. Толитинским журналистом Дмитрий Азарев рассказал, что до конца года все изменения в проекте будут утверждены и тогда все работы должны завершить в течение полугодия. Я не уверен, что заканчивать строительство будут те же люди. Поставлю вопрос на уровне федеральных министерств. Призовем к ответу все, кто сроки сорвал, заявил губернатор. Напомню, общий объем финансирования развязки на трассе МП «Урал» в районе Жигулевского моря и Толитинского микрорайона «Шлюзовой» составляет почти 7 миллиардов рублей. Генеральным подрядчиком выступает АО «Волгомост». Обсудили реализацию нацпроектов и поделились опытом работы. В Похвестнево прошло заседание Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области, который возглавляет глава Самары Елена Лапушкина. Основное внимание во время визита уделили реализации национальных проектов. Что сделано в городе за год, узнала Лариса Шлафаст. Новый детский сад в Похвестнево построили по нацпроекту «Демография». Здание рассчитано на 150 человек и позволит полностью решить проблему очередности. Все, и ясельную снимаем тоже. Участники Совета муниципальных образований региона осмотрели отремонтированное здание еще одного детского сада, а также побывали на стройплощадке нового современного спорткомплекса. Горжусь своими коллегами и, конечно, за людей рада. Очень хочу, чтобы в каждом городе, в каждом муниципальном образовании Самарской области такие объекты появлялись. Ассоциация Совет муниципальных образований Самарской области создана в 2006 году. В нее входят все муниципальные образования региона. Главы городов и районов проводят выездные совещания. И на примере своих муниципалитетов рассказывают об удачных проектах, которые реализуются во взаимодействии с жителями. Так в Похвестнево по нацпроекту формирование комфортной городской среды. За год обновили более 70 дворов и 7 общественных пространств. Также в городе идет работа местных властей по взаимодействию с населением. Созданы 9 ТОСов. Ежегодно проводятся конкурсы «Цветущий город» и «Лучшее новогоднее оформление», которые помогают объединить горожан и сделать улицы еще более красивыми. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События. Предприниматели двух стран «Объединяйтесь» в Самаре состоялось заседание Российско-германской внешней торговой палаты. Участники встречи обсудили успешные проекты, реализованные в регионе, и возможности для улучшения бизнес-сотрудничества. Эта работа решает задачи национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Андрей Горгуленко расскажет подробнее. Почти 600 миллионов долларов. Таким оказался внешний торговый оборот Самарской области с Германией в прошлом году. Поэтому показатель в европейской стране входит в тройку лучших партнеров региона. Из Самары немцам поставляют минеральное топливо и нефть, алюминий и удобрения. Обратной дорогой – промышленное оборудование, органические и химические соединения, транспортные средства и их компоненты. На территории региона создано и работает немало компаний с участием немецкого капитала. Мы считаем Самарскую область по экономическим показателям очень интересным. И здесь очень много компаний, которые имеют немецкие корни, которые здесь очень хорошо и успешно работают. И мы знаем и видели, что они здесь получали хорошую поддержку от государственных структур. И все вместе мы считаем очень удачно и полезно для развития экономики. Но даже у таких успешных отношений еще есть возможности для роста и развития. Для этого было подписано соглашение между правительством Самарской области и Российско-германской внешнеторговой палатой. Оно позволит привлечь в регион еще больше немецких предпринимателей для взаимовыгодной работы. Мы сможем не только представить дополнительные возможности для ведения бизнеса на нашей территории, но и показать опыт других компаний, которые уже прошли, и тем самым максимально использовать инвестиционный потенциал нашего региона, привлечь новых партнеров. Подписание соглашения состоялось на заседании Российско-германской внешнеторговой палаты. Немецким предпринимателям рассказали о тех проектах, которые уже были реализованы на территории Самарской области. Руководители компаний и предприятий поделились опытом ведения бизнеса в регионе. Семь лет присутствия в Самарской области я оцениваю очень успешными. Мы все время могли развивать наше предприятие. Оно постоянно росло в объемах. Благодаря активному сотрудничеству с правительством области и администрации города. Делегация немецких предпринимателей проведет в Самарской области еще один день. Завтра бизнесмены побывают на производствах региона, в технопарке «Жигулевская долина» и проведут переговоры с российскими партнерами, которые заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Более чем 50 региональных проектов Самарской области получили поддержку президентских грантов на общую сумму 98 миллионов рублей. Одним из победителей стала межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивный ресурсный центр». Она получила грант в размере почти 22 миллионов рублей. Что собираются делать на эти деньги, расскажет Никита Борисов. Это уже восьмая попытка молодежной общественной организации «Инклюзивный ресурсный центр» получить президентский грант. И впервые она закончилась удачей. Руководитель Алексей Транцев рассказывает, за годы неудач он вместе с командой научился писать проекты и работать с ними. Самое главное, говорит, не отчаиваться. Вот мы сейчас последние свои три заявки на конкурс президентских грантов мы выиграли, потому что мы научились это писать. Мы всегда следим за тенденцией. Мы смотрим семинары президентских грантов, мы смотрим других ведущих деятелей в социальном проектировании. «Инклюзивный ресурсный центр» получил самую крупную сумму гранта – почти 22 миллиона рублей. Его проект направлен на повышение уровня социальной активности людей с инвалидностью и их вовлечение в социально-экономические и культурные процессы общества. Команда проекта будет работать в четырех направлениях – туризм, декоративно-прикладное искусство, адаптивные салонные балы и волонтерство. У инклюзивного ресурсного центра уже появилась крыша над головой. Здание им передала администрация Самары по договору безвозмездного пользования. В скором времени в нем начнется ремонт. И не все, к сожалению, делятся, поверьте мне, не все делятся секретами, как выиграть грант. То есть задача – те, кто научился, научить других и вот эту стафету доброты просто проводить в постоянной такой жизненной ситуации, в обычной жизненной ситуации. Набор заявок на участие в конкурсе президентских грантов продолжается и продлится до 25 ноября. Никита Борисов, Николай Епифанов, События. Грядет книжная революция. В Самаре преображают городские библиотеки, они меняют привычный формат. И место читальных залов теперь досуговые центры, где можно послушать лекцию, поучаствовать в мастер-классе и просто отдохнуть. Какими возможностями уже сегодня обладают библиотеки и что интересного появится в ближайшем будущем, узнала Мария Левина. Эти просторные, светлые, пока еще пустые комнаты приводят в порядок, чтобы уже вскоре все здесь заиграло яркими красками. Сюда будут приходить маленькие жители Самары. Это центральная детская библиотека на Аэродромной. Она располагается здесь с 1977 года и ни разу не ремонтировалась. В этом году, благодаря национальному проекту «Культура», «Час Икс» настал. В национальном проекте предполагается, что здесь будет полностью проведен капитальный ремонт. Здесь будет полностью уже часть оборудования закуплена. Новые книги, новые периодические издания, новые компьютеры, VR-оборудование для подростков, мультимедийный зал очень интересный. Федеральные деньги позволили не только сделать капитальный ремонт, заменой коммуникации, электричества, возведением системы вентиляции, которая из-за старой конструкции здания не предусмотрена, но и рассчитывать на уникальные дизайн-решения. Двери откроют современный центр, где можно будет не только читать книги, но и проводить лекции, мастер-классы. Пространство разделили на две части – для малышей и для подростков. В первой появится большая зона развлечений с мягкими уголками и развивающими играми. Для подростков обустроят лаунж – место, где они смогут проводить время вне школы и дома. Наша задача была сделать сейчас новую историю, то есть библиотеку, которая была бы не просто библиотекой, была бы неким культурным центром. Так как, в принципе, сейчас во всем мире формат библиотек трансформируется. Проверить, как идет ремонт, приехала глава города Елена Лапушкина. В чем идея вот эта была? Это, в принципе, все за основу была взята некая история Самарской Луки. По сути, вот эти все стеллажи, они как бы какие-то там детские убежища, такие игровые модули. По сути, это не просто там стеллажи, это некий фантастический ландшафт такой. Сейчас фасад детской библиотеки уже украсили красочные рисунки и знаменитые крылатые фразы из книг. Заменили окна, залили полы, приступили к внутренней отделке. Мы хотели бы к первому декабря показать вот эту часть, потому что мы ее, а к концу декабря все остальное. Перемены благодаря нацпроекту «Культура» коснулись не только центральной детской библиотеки. Новая техника и книги появились в восьмой городской взрослой. Сейчас приобретено световое звуковое оборудование, вот оно представлено, цифровой пианино стоит. С помощью новых компьютерных программ теперь можно узнать, есть ли нужное произведение в наличии и отложить его онлайн. Останется лишь прийти и забрать. Посещать читальню могут не только зарегистрированные пользователи. Любой житель может свободно воспользоваться интернетом и информационными системами, которыми располагает библиотека. Например, «Консультант Плюс». Небольшой косметический ремонт проходит и здесь. Латают крышу, подкрашивают стены и устанавливают пандусы. Деньги на преображение выделила городская администрация по программе развития культуры в городском округе Самара. Мария Левина, Василий Калдашов. События. Фиктивные договоры купли-продажи недвижимости и более десятка потерпевших в Самаре судят риэлторов, которых обвиняют в том, что они обманом лишали людей квартир и домов. Как работала эта схема, узнал наш корреспондент. От комментариев подсудимые отказываются, адвокаты запрещают делать подсъемки. Эти кадры – все, что удалось успеть снять до начала судебного заседания. Оно прошло за закрытыми дверями. По словам стороны обвинения, в деле 18 пострадавших о сумму ущерба еще предстоит установить. Предварительно она колеблется от полутора до четырех миллионов рублей. Потерпевшие обращались в агентство недвижимости за предоставлением либо займа под залог недвижимого имущества, либо за переоформлением данного недвижимого имущества. Но путем обмана их вводили в заблуждение. Они оформляли договоры купли-продажи. При этом они платили проценты и долг по договорам займа. Агентство мошенников, на первый взгляд, ничем не отличалось от обычной риэлторской конторы. Реклама – офис в людном районе. По мнению следствия, это и вводило в заблуждение потерпевших. Не вдаваясь в детали, люди подписывали документы, думая, что договоры купли-продажи квартиры домов фиктивные. И позже обнаруживали, что жилье уже не принадлежит им. Многие из них теперь стесняются, что оказались в такой ситуации и прячут лица. По мнению следствия, схема работала два года и дала сбой после многочисленных оборудований. Возвращение потерпевших в полицию. Свою вину подсудимые не признают. Им грозит до 10 лет лишения свободы. По каждому эпизоду. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. На новую модель рынка тепла могут перейти сразу три города региона. Самара, Новокубческая, Тольятти. В соответствии с новой моделью ценообразование будет проводиться по методу альтернативной котельной, которая призвана решить проблему с изношенностью тепловых сетей. Коммуникация трех крупных городов региона в течение 15 лет потребует вложить до 50 миллиардов рублей. Далее, коротко о других событиях дня. Руководители одного из цехов ПАО Кузнецов признали виновным в смерти сотрудника. Такое решение принял Красноглинский суд Самары. Как установило следствие, в августе 2018 года начальник цеха Александр Несмелов дал устное поручение рабочим очистить емкости для хранения кислорода. Несмелов пренебрег должностными инструкциями и не проконтролировал меры безопасности. Емкость, в которой проводилась очистка, не была отсоединена от шлангов. В итоге рабочие сгорели. Александр Несмелов приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Горожане жалуются на светофор. В Самаре на пересечении улиц Победы и Земица установили новый регулировщик. Это сделали после того, как самарцы пожаловались в Твиттере на постоянные проблемы с проездом трамваев на этом перекрестке. Светофор должен был решить проблему с заторами, но в результате пробка стала еще больше. Теперь жители хотят, чтобы его убрали. В департаменте транспорта на это сообщили, что светофор на пересечении улиц Победы и Земица был установлен по решению мэрии Самары и ГИБДД. Поводом послужили частые аварии в этом месте и отметили, что попробуют изменить ситуацию. В частности, фазы светофоров будут корректироваться с учетом дорожной обстановки. В Самаре объединят больницу номер 4 и поликлинику. Основные функции больницы останутся без изменения, а штатная численность даже увеличится. Объединение проводится в рамках реорганизации бюджетных медицинских учреждений. Решение о присоединении поликлиники к больнице было принято 22 октября. Реорганизацию планируется завершить до 31 января 2020 года, когда объединенная Самарская городская больница номер 4 получит лицензию. Без них жизнь остановилась бы. В прямом смысле. В Самаре отметили свой профессиональный праздник сотрудники автомобильного и пассажирского транспорта. Ежедневно в городе автобусами, троллейбусами, трамваями и метро пользуются более полумиллиона человек. Елена Малюцина побывала в гостях у одного из ветеранов отрасли. Этот праздник для Ивана Алексеевича Ильина особенный. Ветеран Советско-японской войны после победы посвятил свою жизнь перевозке пассажиров. В ТТУ проработал 46 лет. Там и познакомился со своей супругой Любовью Заниной, с которой прожил всю жизнь. ТТУ своего ветерана не забывает и регулярно приглашает на праздники. Но в этот раз Иван Алексеевич по состоянию здоровья не смог прийти. В ТТУ я прослужил, проработал 46 лет. Начинаю это водителем. Водителем 22 года я проработал. Потом наставником, начальником маршрута. Ну и последняя моя должность была начальником эксплуатации в первом троллейбусном депо. 85 лет назад в Самаре появился первый автобусный маршрут. От фабрики кухни до поселка Шмидта. Чуть позже на улицах города появился троллейбус. В 1942 году он перевозил пассажиров от ЖД вокзала до площади революции. Но первым стал перевозить пассажиров трамвай. Его маршрут соединил депо на Полевой с Алексеевской площадью, ныне площадью революции. В Самарской области более 100 тысяч человек обеспечивают бесперебойную работу пассажирского транспорта. Ежегодно они перевозят около 300 миллионов пассажиров. Часто встречаешь людей таких, которые выходят из автобуса и говорят спасибо. Вот это вот приятно. Водители, кондукторов, инженерно-технических работников, начальников отделов и их заместителей в день работников автомобильного и пассажирского транспорта поздравили с праздником и вручили почетные грамоты. От нашей совместной работы зависит работоспособность экономики, развитие экономики, развитие нашей области. Я люблю страна, твои красоты, я люблю твои, твоя и мой... Елена Малютина, Максим Гусев, События. Новая сцена, трибуны в виде амфитеатра, музей памяти Владимира Высоцкого. Одно из любимых мест отдыха жителей Самарского района. Сквер Высоцку приведут в порядок, когда самарцы смогут прийти в обновленный парк, выяснила Елена Малютина. Заканчивается монтаж связей на конструкцию амфитеатра. Следующим этапом будет его покрытие внешним отделочными материалами. Это доска ДПК и внешняя отделка в соответствии с проектом. Это композитные панели. Одно из любимых мест отдыха жителей старой части Самары в ближайшее время будет не узнать. Новая сцена, трибуны в виде амфитеатра, рассчитанные на 250 человек, под ними организуют музей памяти Владимира Высоцкого. Сцена и была уже до этого в парке, но не было организовано пространства вокруг нее. Не было практически мест посадочных. Люди сидели стихийно на борту фонтана, по борту фонтана. Либо выставлялись стульчики разово на мероприятия, что тоже не особо создает комфортные условия для зрителей. Еще в моем детстве я здесь гуляла, с моим сыном я здесь гуляла. Ну и само название говорит за себя, что это сквер имени Высоцкого. Сквер преображают по проекту инициативных жителей микрорайона Предтеченский. Среди них архитекторы, дизайнеры, инженеры, строители. Концепция прошла конкурсный отбор и получила финансирование по программе поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области и по губернаторскому проекту содействия. На реализацию проекта направляют деньги из регионального бюджета, а также районной казны и инвесторов. После ремонта общественники проверят, насколько качественно здесь все сделали. Торжественные открытия планируют в декабре. Елена Малютина, Сергей Баскин, События. Дзюдоисты по Ложьи вспоминают спортивного журналиста Владимира Кейлина. В Самаре проходит межрегиональное первенство среди девушек и юношей до 13 лет. На татаме выйдут несколько сот борцов. Для того, чтобы выбрать победителей, понадобится два дня. О причинах популярности журналиста Кейлина и турнира в его честь расскажет Сергей Кизоркин. На кону мемориала Владимира Кейлина 16 комплектов наград. За них два дня борется более 200 дзюдоистов со всего по Ложье. Больше всего претендентов на медали из Самарской области. Юноши и девушки до 13 лет специально готовились к этим межрегиональным соревнованиям, рассказал специалист Центра спортивной подготовки Самарской области. Завоеванные медали на этом турнире пропуск в сборную команду региона под дзюдо. Это очень большой плюс проводить такие открытые турниры. Федерации дзюдо большое спасибо за организацию вообще. Организация очень хорошая, зал хороший, соревнования на высоком уровне. Как ребята выступают, как проходят финалы, очень замечательно, очень хорошо. Мне понравилось. Владимир Кейлин. Друзья называли его Михалыч. Известный самарский спортивный журналист и телеведущий. Почти четверть века он рассказывал о самых значимых спортивных событиях региона и достижениях самарских атлетов за его пределами. Его знаменитую улыбку знал не только весь город, но и вся страна. Уверены его друзья, приехавшие на мемориал. Среди них один из руководителей дзюдо по Волжья Дмитрий Новиков. Знаковое мероприятие, потому что оно действительно очень несет позитивный настрой. Это мероприятие проводится в память, я считаю, величайшего человека. Просто он такой человек очень сильный был, многогранный. Ну и с уважением к нему отношусь, потому что весь мой тренерский путь начинался при Владимире Михайловиче Кейлине. Друзья Кейлина вспоминают. Он особое внимание уделял развитию детского спорта. Много лет проработал тренером. Но в 2014-м жизнь журналиста в случае зарной улыбки оборвалась в автокатастрофе. Через год турнир под дзюдо в его честь впервые провели в Кенеле, где жил Владимир Михайлович. Затем соревнования стали областными и проходят в Самаре. Сегодня мемориал уже межрегиональный. В планах организаторов сделать его всероссийским и официальным. А это значит, что чемпионам и призерам будут присваивать спортивные звания. Юношеские и взрослые разряды. С каждым годом уровень соревнований растет, в том числе и участники соревнований. То есть, так сказать, соревнования становятся более популярными. Все достойные конкуренты. В финале из разных регионов, в том числе и Самарская область, участвует на финале. То есть, в основном привозят действительно сильных ребят, которые готовы дать отпор. Вручает награды победителям и призерам соревнований вдова Владимира Кейлина Марина. Она же по традиции и открывает мемориал известного самарского журналиста. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Это наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самарагис на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»